Еще не так давно ученые не знали о существовании атомов и других мельчайших частиц. Теперь же человечество строит ускорители частиц для нахождения элементов, о которых и не могли мечтать физики начала 20 века. Прогресс не стоит на месте, и ученые совершают открытия буквально каждый день. Но вместе с открытиями у них появляется все больше вопросов об устройстве мира, и многие из них вызывают бурные дискуссии в научном сообществе. И в этом видео я расскажу вам о 8 таких загадках, которые до сих пор вызывают бурные дискуссии в научном сообществе. Как из хаотичных молекул появилась жизнь? Пожалуй, один из самых важных и до сих пор нерешенных вопросов – как возникла жизнь. В начале формирования Земли на ней не было жизни, и проходили только спонтанные химические реакции из беспорядочно взаимодействовавших между собой атомов и молекул. Те создали первые органические вещества, вроде сахаров и аминокислот, из которых впоследствии возникли первые одноклеточные. То, как именно возникли органические вещества, а после преобразовались в простейших существ, остается для науки загадкой. Было проведено множество экспериментов с целью получить органические вещества из неорганических, но пока что ученые не смогли сделать этого даже на современном оборудовании. Катализаторы – это вещества, которые ускоряют химические реакции без каких-либо изменений в своей структуре. Другими словами, они не расходуются в процессе реакции, при этом усиливая ее. Катализаторы используются с древних времен и сегодня встречаются во всех сферах, от производства продуктов питания до тяжелой промышленности. К примеру, дрожжи тоже являются катализатором. Хотя следствие применения катализаторов известно, почему они работают – непонятно. Вопрос вызывает и то, почему катализаторы не расходуются во время химической реакции. Что происходит внутри атома? Как я уже сказал ранее, в прошлом даже само существование настолько мелких частиц, как атомы, подвергалось критике. Теперь же мы знаем и о более мелких частицах, но до сих пор не понимаем, что происходит внутри атома. Наука знает, что атом состоит из практически пустой внешней оболочки с электронами и плотно упакованного ядра с протонами и нейтронами. Но не ясно, как ведут себя протоны и нейтроны внутри ядра. Как работают сверхпроводники? Все материалы имеют определенное сопротивление электричеству, которое сохраняется даже при охлаждении до экстремально низких температур. Проще говоря, даже если охладить проводники до практически абсолютного нуля, они все равно будут расходовать часть энергии на нагрев. Но более ста лет назад была обнаружена сверхпроводимость некоторых материалов, к примеру, ртути, свинца и олова. При определенных условиях известны несколько сотен как чистых элементов, так и сплавов и керамик, которые имеют сверхпроводимость. То есть они теряют все свое электрическое сопротивление, не тратя часть энергии на нагрев. Не ясно, как это работает, ведь сверхпроводники ведут себя по-разному в разных условиях, так что сложно проследить определенную последовательность. Ученые считают, что сверхпроводимость имеет отношение к квантовой механике, так как существующие физические модели не в состоянии описать это явление. В чем секрет строения стекла? Мы сталкиваемся со стеклянными изделиями ежедневно и совершенно не обращаем на них внимания, разве что если они разбиты и представляют для нас опасность. Это единственный материал, который одновременно обладает физико-механическими свойствами твердого тела и сверхвязкой жидкости. То есть стекло выглядит как твердое тело кристаллического типа с предсказуемыми свойствами и статической формы, но внутри него молекулы не упорядочены, будто бы это жидкость. На данный момент человечеству неизвестен ни один рукотворный материал, имеющий похожие свойства. Что такое прионы? Прионы, как отдельные инфекционные патогены, были открыты в 1982 году. Эта категория возбудителей болезней отличается от бактерий и вирусов тем, что по сути являются просто неправильно уложенными белками и содержащими нуклеиновой кислоты. Встречая на своем пути нормальную клетку, прион способен превратить ее в себе подобный патоген, неправильно сворачивая в ней молекулы. Превращенная клетка в свою очередь заражает другую, вызывая цепную реакцию. Причем прионы – единственные патогены, размножение которых проходит без участия нуклеиновых кислот. Ученым пока что неизвестен химический состав прионов и то, почему они себя так ведут. Ведь по сути они ничем не отличаются от обычных белков, кроме того, что их молекулы неправильно сложены. Как работает эффект Мпембы Многие удивляются, почему горки и катки зимой заливают горячей водой, ведь она, по идее, должна замерзать дольше, чем холодная. В 1963 году школьник из Танганики Эрастом Мпеба совместно с профессором физики Деннисом Осборном провел эксперимент, в ходе которого выяснилось, что горячая вода по какой-то причине замерзает быстрее, чем холодная. В 1969 году этот эффект был описан в журнале Physics Education, и ученые стали ломать головы на тему того, почему так происходит. Существует множество вариантов ответа на данный парадокс, от испарения до разницы в энергии, запасенной в водородных связях. Но до сих пор нет единого решения данной загадки. Почему железная колонна в Дели не ржавеет? Если будете в индийском городе Дели, то вы увидите там 7-метровую железную колонну черного цвета. Кажется, что в ней нет ничего примечательного, если бы не факт, что ей 1600 лет, и при этом на ней практически нет коррозии. Высказывалось предположение, что она изготовлена из нержавеющей стали, что для 4-5 века нашей эры было недоступной технологией. Также некоторые ученые считают, что высокая стойкость к окислению связана с чистотой железа, так как колонна почти полностью состоит из этого материала, практически не имея посторонних примесей. Еще одна теория – особые климатические условия в месте, где установлена колонна. В любом случае, исследования железной колонны продолжаются, и ученые пока что не пришли к единому мнению насчет ее стойкости. На этом на сегодня все, а если хотите узнать больше истории прошлого, заходите на мой канал. Там вы найдете много интересных видео.